Вашему вниманию послематчевая пресс-конференция главного тренера футбольного клуба «Гвардейц» Мальцев Владислав Анатольевич. С победой вас! Жалко, что победа, конечно, не в начале сезона, не в середине, а по концу. Прокомментируйте ее, пожалуйста. Я хочу поблагодарить ребят. Тяжелая игра была в финале, много сил отдали. Сегодня погода жаркая была и тяжело было обеим командам. Но своих ребят хочу поблагодарить за самоотдачу и за результат. Хочу сказать большое спасибо руководству своего клуба, что они к нам относятся как к настоящим футболистам. Они видят ситуацию, которая происходит, и у нас полностью все выплачивается, у нас никто не штрафуется, нас никто не возит на уборку территорий. К нам относятся очень хорошо. Я рад, что я работаю с этими людьми. Но наблюдать, как над моей командой, над нашей командой футбольный клуб «Гвардейц» издевается, достало, честно. Даже при счете 3-0 господа судьи просто измывались над пацанами, понимаете? И количество тех ошибок запредельно. И видеть это уже чертовски надоело. Мы уже вылетели с высшей лиги, и в такой высшей лиге играть нам не хочется. У меня все ребята крымские. И когда издеваются над ребятами крымские, которые здесь жили, живут и будут жить, приведут своих детей сюда, ну на это смотреть просто печально. Те люди, которые руководят судейским корпусом, надо просто, ну, у меня нет слов. Ну, надо совесть иметь, понимаете? Совесть. Владислав Анатольевич, скажите, пожалуйста, а «Гвардейц» планирует заявляться в любительский чемпионат для того, чтобы играть и показывать этот крымский футбол? «Гвардейц» был, есть и будет. Все ребята будут крымские, ребята будут молодые. И мы будем взращивать их. Дай бог, чтобы ребята попадали в футбольные клубы высшим уровнем, как Севастополь. Там серьезная база, Крым-Теплица. Тут же и в Паторе база сумасшедшая. Поэтому я буду все делать для того, чтобы крымские ребята были востребованы. А «Гвардейц» был, есть и будет. И в любительской лиге будет ставить задачи выхода в премьер-лигу. Но надеюсь, к тому времени оно изменится. Скажите, молодым игрокам вы даете практику игровую, как Герберу, Малиновскому? Сегодня они вышли на очень короткий период игровой. Мы смотрим в тренировочном процессе, кто как выглядит. И от этого даем время игровое. Конечно, я хочу, чтобы все были востребованы. Но у кого-то есть микротравмы, у кого-то это бытовые дела. Я думаю, со временем ребята окрепнуты, все будут играть. Скажите, вот Олег Прокошин уже достаточно долго играет у вас. Вы видели и раскрыли в нем потенциал. Даже если он пропускает, но парень очень старается и ведет команду вперед. Я думаю так. Любой футболист, он начинает прибавлять и прогрессировать, когда тренер ему доверяет. Он со временем через игры набирает определенный опыт. И у него все получается. Плюс, когда у него сумасшедшее есть к этому желание. И любой, не только Прокошин, любой из них должен играть. Я вижу, что некоторым тяжело что-то дается. Некоторым чуть быстрее. Кто-то быстрее чуть окреп за счет игровой практики. Кому-то, может, мало времени даем. Но всему свое время. Я думаю, ребята будут востребованы. Надо дать больше молодежи здесь крымской играть. А не привозить вахтовых работников. Понимаете? Своим надо дать играть. И тогда будет крымский футбол развиваться. Продолжение следует...